Еженедельно на ярмарках в Сочи продается 50 тонн сельхозпродукции. В выходные дни за кубанскими продуктами туда приходят порядка 15 тысяч человек. Вот уже 8 лет благодаря фермерским ярмаркам в Сочи удается уходить от посредников и, соответственно, от накрученных цен. Условия, предложенные муниципалитетом, сельхозпроизводители, которые приезжают в Сочи со всего Краснодарского края, устраивают довольны и покупатели. В Кукеевском районе свои земли выращиваем. Есть свои теплички, есть свои сады, экологически чистые продукты. Спасибо большое. Чистенько, все хорошо. Ездим третий год уже сюда. Спасибо мэру, что нас встречают, дают нам такие условия и места, чтобы реализовать это все. У нас есть свои покупатели уже, много своих покупателей, которые ждут, когда мы приедем. Четыре раза в месяц мы приезжаем каждый выходной, грубо говоря. Это самый оптимальный вариант. Других вариантов у меня нет. Спасибо, что организовали яму. Очень хорошо, очень качественные продукты, чувствуется природа. В Санкт-Петербурге есть, конечно, подобное, но, может быть, такой свежести нет. Мне здесь очень нравится, потому что есть подъезд, стоянка, большой ассортимент товара. И можно торговаться с людьми, уступают. Я вот садера езжу. Производители здесь продают рыбу подешевле, наша черноморская рыба. Так что очень довольны. Спасибо большое за эту ярмарку. Обязательным условием на сельхозярмарках является и наличие социальных рядов. Сочинские пенсионеры здесь продают фрукты, овощи со своего огорода. Мы пенсионеры. Нам дают места бесплатно. Хотела поблагодарить мэра города Сочи за большую заботу о нас, пенсионерах. Я от имени всех пенсионеров хочу ему сказать большое спасибо. Нигде такой цены нет, как на нашей ярмарке. Фрукты дешевые, овощи дешевые. Большое спасибо, что вот так можно нам свое реализовать, приобрести на этой ярмарке что-то подешевле по нашим ценам. По результату проведенного мониторинга на сельхозярмарках цены на 10-20% ниже рыночных. И это важный момент в системе ценообразования, отмечает глава города. Именно сельскохозяйственные ярмарки в свое время, еще в 2010 году, дали возможность обрубить нам рост цен. Потому что, если вспомним, то по сравнению с городом Краснодаром у нас всегда цены на 20-30% были выше. Ярмарки, конечно, нам очень нужны. Но нам очень важно, чтобы на этих ярмарках работали именно производители сельхозпродукции. Вот расскажите, какая работа проводится и что мы делаем для того, чтобы ярмарок было столько, сколько нужно нашему населению. Чтобы они находились в удобных местах, то есть это удобных местах для наших горожан. Ну и чтобы они не создавали в городе антисанитарию. Они действительно регулируют цены. И те рекомендованные цены, которые изначально закладывались в работу сельхозярмарок, они мониторятся, отслеживаются. Цены на социально значимые продукты рекомендованы. Больше 10% не поднимают цену, и мы это отслеживаем. В прошлом году наша ярмарка на Мацисте, образцово-показательная, завоевала первое место номинация в краевом конкурсе по ярмаркам, как лучшая ярмарка Краснодарского края. Уже отработана на ней модель работы этих ярмарок. На ней сегодня работает порядка 100 предпринимателей. Где-то процентов 20 занимают наши производители сочинские. В ближайшее время ярмарок в Сочи будет 12. Еще 5 планируется организовать в Веселом, в переулке Донецке, в микрорайоне Блинова на улице Лесной. Также фермерские ярмарки заработают на улицах Хармавирская, Батумское шоссе и Гастелло. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.